Всем привет, меня зовут Максим Епихин. Как я уже обещал, мы будем разбирать мультиплеер в игровом движке GameGuru. Это круто, это дает очень много возможностей, как и вам, так и мне. Вы сможете реализовать, основываясь на моих уроках, свою онлайн игру совершенно быстро, бесплатно. И она будет крутая. Ну что ж, давайте приступим. Сначала небольшие теоретические такие знания. Мультиплеер в GameGuru поддерживает от 2 до 8 игроков. Соответственно, если это условие не соблюдается, игра не будет создана и запущена. Мультиплеер делится на две стороны, так сказать, на две части. Это каждый сам за себя и командная игра. Соответственно, игрок в режиме сам за себя, он появляется в одной из точек этих маркеров, мультиплеер старт, где вы их разместите, рандомно. В одной из. Ну, возьмем максимальное количество 8 в режиме сам за себя. В одной из 8 вот этих маркеров он появится. Дальше. Командный бой делится на А команду и на Б команду. Соответственно, все игроки команды А будут появляться в маркерах только команды А. Ну, это понятно очевидно. В принципе, здесь уже все запрограммировано. Здесь вам толком еще придумывать не надо. Ну, давайте рассмотрим. Создадим сначала маркер. Но я не буду два создавать, потому что я не смогу сейчас запустить. У меня нету сейчас знакомых, кто мог бы со мной вместе протестировать это все дело. Итак, настроечки. Значит, да, по поводу скриптов, хотелось бы еще вам сказать, что их всего два. Это мультиплеер. Такой вот first to ten. То есть 10. И второй это тоже самое, только friendly fire. Различие их в том, что в одном скрипте ты можешь атаковать своих, в другом скрипте ты не можешь атаковать своих. Вот так вот. То есть, в командной игре использовать только лучше. Лучше использовать, если это такой забойный шутер, где нужно просто бегать и стрелять. Не париться вообще, кто просто бегает и стреляет. То friendly fire, конечно, будет круче. Так, ну, параметры здесь абсолютно почти такие же, как и в плеер старте, то есть в плеер маркере. Эффект крови, регенерация, скорость регенерации. Это частота, скорость задержка, скорость бега, скорость анимации. Ну и прочие настройки. В принципе, вы их можете сами разобрать, сами попробовать. Там ничего с них трудного нет. К тому же, они абсолютно почти такие же, как и в плеер маркете. И почему маркер? Маркер, вот. И видите, в конце у нас есть team. Это команда. Можете выбрать no, a или b. Ну, no, соответственно, это режим сам для себя. И это все команда а и команда b. Соответственно, уже отсюда будет составляться скрипт мультиплеера. Соответственно, давайте посмотрим парочку скриптов. Вот. Это стандартный, который стоит. Я взял два, потому что сравнил их различия. Смотрите. First to ten kills мультиплеер. До десяти убийств. Соответственно, здесь мы можем это все дело менять. Все вот эти описания переменных можно найти на официальном сайте. GameGuru. И на форуме у них тоже там все это дело расписывается. Ну, давайте сначала здесь посмотрим. Значит, здесь. GameKillsToWin. Это для режима сам за себя. GameKillsToWinTeam. Ну, для рекомандного режима. GameMode. Это, соответственно, тема с командой. Да, то есть, что в team выставить, то и будет. В данном случае сейчас стоит сам за себя. Количество максимальных игроков. И имя победителя. Ну, это в дальнейшем. Ну, в принципе, тут идет просто набор переменных. Сейчас, которые, они как бы нормально. У них нормальное название. Можно понять, за что она отвечает. А то просто некоторые любят там А, Б, Ц, И, 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 И. Не понимаешь, что происходит. Вот. Здесь идет SetMultiplayerGame. FriendlyFireOf. Здесь такого нет. Здесь есть FriendlyFire. Соответственно, здесь мы, повторюсь, атаковать не можем своих. Правильно? А здесь можем. Если я ошибся, это нормально. В принципе, можете написать в комментариях, что не это дурак. Там все наоборот. Ну, окей. Идем дальше, что-то. Здесь у нас идет организация рестарта. Такого небольшого. Ну, и здесь в Main. Смотрите, как он здоровый. Скрипта. Думаю, нет смысла его рассказывать. Ну, суть здесь такая, на самом деле, очень простая. Здесь рассматривается сначала, видите, режимы игры. И, ну, как бы первое условие, если это сервер, то есть, если игрок является сервером. Потом рассматривает результаты, функции результатов, функции показа жизни и, ну, и там, вот, т.д. Вот, и здесь получается, здесь документировано, что вы сервер, там, и т.д. Ну, в организации вот этих действий делается проверка на моды. Сначала, что за тип игры. И соответствующие действия. Дальше, соответственно, у нас есть там и время, и задержки. Вот, основываясь на вот этих вот параметрах, просто другое поведение игрока. Вот, в принципе, разобраться в нем, ну, трудно, но можно. Единственное, что, если мы будем его дописывать каким-либо образом, то, соответственно, мы уже будем подробнее вникать в процесс. Ну, вот, например, здесь GetCoopMod, да, то есть, кооператив, это вместе играть. И вот, там, здоровье жизни, и, там, противников, и, вот, много-много функций, которые все берутся из глобального скрипта Global. Вот это я рассказывал в самом начале. В принципе, это по организации самого мультиплеера на этом все. Теперь вопрос в другом. Как это дело запустить? Ну, у нас будет сейчас еще маркер. Как-нибудь вот так вот, да. Вот сюда нажимаем на синеньких людей. У нас происходит процесс запуска, инициализация мультиплеера именно. И мы, давайте, дружно будем ждать. Ну, вот, нам выбирают, нам предлагают выбрать два варианта. Это создать игру или Search for Lobby. Когда мы нажимаем Host, нам нужно будет выбрать уровень свой. Из папки MapBank. Ну, который я сейчас создавал, нет. А, вот, есть мультиплеерный, в скобках, МПС, Team, МПС, да. А можем искать лобби. You can join this lobby. Видите? Join to subscribe and belong to content from this game. Please restart GameGuru to update this game. Видите, у нас нет лобби. Потому что, you don't currently have the workshop item. Вот, здесь, походу, что-то с workshop связано еще. Потому что GameGuru еще и поддерживает workshop-овские карты, workshop-овскую загрузку, workshop-овский мультиплеер. Вот, Steam-овский имеется в виду. Вот, ну, в принципе, по организации мультиплеера все было ясно. Давайте подытожим. Итак, мультиплеер может быть от двух до восьми игроков. Два типа игры. Сам за себя и командный. Командный делится на две команды. Команда А и Б. Существует два вида мультиплеера. Ну, имеется в виду основного скрипта. Это с командной атакой и не командной атакой. Что это значит? Что первое, командная атака. Мы можем атаковать своих союзников. И второе, мы не можем атаковать своих союзников. Так, все. В принципе, это все, что вы должны были знать по поводу мультиплеера. В следующих уроках мы уже будем более подробно и интересно изучать их. Сейчас я вам дал небольшой старт, чтобы вы хоть вникли в процесс, хоть поняли, что происходит. И уже в следующий раз мы уже будем создавать нормальную онлайн игрушку такую, веселую. Вот. Есть пару задумок, поэтому будем пытаться реализовывать вместе. Ну что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, был урок не скучный, не нудный. Надеюсь, он был также полезный. Подписывайтесь обязательно на канал. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. В группе тоже вас жду. Там есть много обсуждений. Вы задавайте вопросы. Самые последние новости только у нас найдете самый свежий. Меня зовут Макс. Всем пока. Всем спасибо еще раз за внимание. Было приятно.